Если бы у меня было 17 миллионов, я бы вложила сегодня же. А с учетом их выгодной пятилетней инвестиционной программы, это просто сказка. Я думаю, когда этот комплекс Вилл достроится, он будет очень популярен среди туристов. Привет! Ну где ты был? Выходи скорее! Двор я тебе покажу потом, начнем с дома, а то очень жарко. Мне в этом доме нравится все. Не нашла ни одного недостатка. Это просто мечта. Если бы у меня было 17 миллионов, я бы вложила сегодня же. Так, это сколько? Примерно полмиллиона долларов. А с учетом их выгодной пятилетней инвестиционной программы, это просто сказка. Но я тебе чуть позже расскажу. Давай уже все посмотрим. Как ты заметил, что это гостиная с кухней? Здесь так много света. Этот дизайн воплощение моей мечты. Вилла выполнена в современном балийском стиле, но мне больше всего нравится ее минимализм дизайна. Посмотри, как тщательно кухня и ее фасады замаскированы, что она ощущается частью гостиной. Смотри, тут, кстати, есть две плиты. Одна газовая, вторая электрическая. И это очень удобно, потому что она газовая, быстрее готовить, а главное полезная. Наши гости из России очень любят готовить кушать и не могут без привычных продуктов. Так что везут их с собой из России. Хотя большую часть из них можно недалеко здесь поехать и купить в вилломаркете. Кстати, знаешь, что уже и творог, и пельмени можно купить в некоторых местных супермаркетах, типа бикси. Так что, дорогие друзья, если вы собираетесь на Пхукет, не беспокойтесь. Здесь есть абсолютно все. Ой, что-то я заболталась? Пойдем дальше. Перфекционисты, вы будете в восторге. Посмотрите на этот дизайн. Ни одной лишней детали. Какие системы. Здорово. Раковина очень глубокая. Посмотри, какой кран. Он даже выдвигается. Класс. Мне очень нравится этот островок. Он выполнен из камня. Тут даже есть шкафчики. Его можно использовать как барную стойку. Или вот, например, если вы приехали с детьми, здорово, что с этого места просматривается вся площадь. То есть можно тут что-то готовить, а детей отпустить в бассейн. Они вот тут бегают, и ты за ними нормально наблюдаешь. Так, что у нас еще есть? Микроволновка, духовка. А здесь спрятался холодильник. Он небольшой, но для двух семей или компаний из шести человек вполне будет достаточно. А тут, кстати, даже есть машинка. Ну, все для комфортного проживания. Ну, пойдем посмотрим дальше. Мне очень нравится здесь мебель. Выполнена из качественных материалов. И очень приятные тактильные ощущения. Посмотри, какая люстра. А крыша, кстати, выполнена в балийском стиле. Она добавляет воздуха и пространства комнате. Прям ощущается, как здесь свободно дышится. Я как только сюда зашла, если честно, сразу почувствовала себя, как дома. Тут же еще две спальни. Пойдем посмотрим их. Посмотри, какое интересное здесь зеркало. Как тебе шляпка? Кстати, столешница тоже деревянная. Абсолют ли фабилос. Пхукет. Это местное производство. Очень качественно прям ощущается. В дизайне использовано очень много натуральных материалов. Повсюду дерево. Посмотри, какая дверь. Она из массива выполнена. И очень высокая. Просто людям с высоким ростом без проблем можно проходить. Сама комната светлая. Мне нравится потолок. Посмотри, какая интересная подсветка. И тут же вентилятор. Кровать огромная. Тут нам даже музычку такую лаунч включили. Кстати, очень удобно, что здесь есть и кондиционер, и потолочный вентилятор. Потому что, когда туристы только приезжают, они боятся простыть и не пользуются кондиционером. А здесь будет все проветриваться. Можно открыть окна, включить потолочный вентилятор и наслаждаться пением птиц. Протестим кресло. Очень мягкое, удобное. Мне нравится. Смотри, тут и шкаф немаленький такой, и даже сейф. Ну, мои вещи бы без проблем поместились. Еще есть дополнительные дверцы. Ну, и ванная комната. Какая интересная раковина. А почему, кстати, одна? Места достаточно много. Могли бы и две сделать. Ну, ладно. Зеркало большое. С подсветкой, кстати, очень классно для макияжа. Да он просто гигантский. Большим русским мужчинам точно понравится. И душевая. Она тоже гигантская. Я, кстати, больше всего люблю, когда лейка сверху. А тут еще и окно есть. Тут в каждом помещении есть окна. Тут можно вырастить бамбук, включить душ и стоять, принимать его, наслаждаться. Представлять себя в джунглях. Ну, пойдем еще покажу тебе мастер-бедрум и потом двор. И начнем уже снимать обзор. А то скоро стемнеет. Ну, здесь еще круче. Смотри, вид на бассейн. Ну, здесь тоже самое. Кровать размера king size. Тумбочки. Только еще есть столик для работы за компьютером. Ну, я не вижу шкафа, наверное. Здесь есть гардеробная. Да. Я была права. Окно. Можно поставить бодуарный столик и делать макияж при дневном свете. Ванная комната. Кстати, очень удобная выдвижная дверь. Почему бы и во всех проектах не делать такую, да? Ну, ванная это просто еще одна спальня. Она просто гигантских размеров. Опять же, гигантский душ и ванная красивой формы. А можно я залезу сюда? Ну, ладно, не буду. Я прямо представляю, как я зажигаю аромасвечи, выключаю здесь свет, разбрасываю лепестки роз, наверное, от фидеи, пену, я лежу в бане, и тут заходит он. Хватит мечтать, пойдем уже во двор. Ну, посмотри, как тут круто. Такой вид шикарный. Тут, когда смотришь, получается, бассейн перетекает в сад, за забором еще сад, а там горы, холмы, джунгли. Красота! Мне нравится ощущение приватности на территории, то есть не видно вообще соседей. Наши бы люди оценили. Здесь еще сад подрастет, будет вообще все в зелени. Здесь поставим барбекю, например. Уже есть столик с диванчиком, можно сделать морепродукты на гриле. Бассейн очень большой. Я думаю, что он подойдет как и для тренировок, так и для того, чтобы дети здесь играли. Тут разный уровень глубины, там поменьше, здесь поглубже. Здорово, что есть лежаки с зонтиком. Те, кто не очень любит под палящим солнцем лежать, загорать, тоже классно. Ну, просто мечта. Просто мечта. Я думаю, когда этот комплекс вилл достроится, он будет очень популярен среди туристов. Ну, дом ты сам видел, он просто шикарный. Плюс еще здесь три пляжа рядом, район лагуна, все самые лучшие рестораны. Ну, что тут еще добавишь? Давай снимать обзор, я вижу темнеет. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита, и сегодня мы приехали на север острова Пхукет, чтобы показать вам новый шикарный комплекс вилл недалеко от пляжей Бангтау и Лаян. Виллы проекта Анчан Хиллс расположены в пяти минутах езды от живописного пляжа Бангтау, со стильными пляжными клубами, такими как Кэтч, Дримбич Клаб, Кафе Дель Мар и всеми условиями для качественного пляжного отдыха. В пяти минутах езды находится супермаркет Вилла Маркет, шоппинг улица Боута Веню. Недалеко от комплекса расположен элитный район лагуна с ресторанами, спа, бутиками и полем для гольфа. Я стою на стройке, передо мной домик, который мы уже посмотрели, а за этой строительной площадкой находятся еще несколько проектов, про которые мы вам уже рассказывали. Если вы не видели, смотрите видео на нашем канале, ссылки будут в описании. Нам очень интересно, какой из них вам понравился больше. Оставьте, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Проект Анчан Хиллз – это 42 шикарные виллы в современном балийском стиле с личными бассейнами в 44 квадратных метра и просторной террасой для загара и отдыха. Каждая вилла оборудована крытой парковкой на один автомобиль. В стоимость уже включен бассейн, ландшафтный дизайн, встроенная мебель, кухня и кондиционеры. Жилая площадь дома – 168 квадратных метров. Площадь земли – от 390 до 740 квадратных метров. На ваш выбор предлагаются двухспальные или трехспальные виллы с ванной комнатой в каждой. Стоимость ранжируется от 17 миллионов до 23,5 миллионов бат. На этом плане вы можете видеть, что часть домов зарезервирована или продана, хотя строительство только началось. Это не первый проект застройщика, уже несколько предыдущих в районе лагуна сданы и приносят хороший доход инвесторам. Предлагается программа гарантированного дохода – 5% годовых от стоимости виллы на 5 лет с бесплатным пребыванием в 30 дней в году на острове. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, если понравилось, или дизлайк, если нет, и напишите в комментариях, почему. Это поможет нашей дальнейшей работе. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новые видео. Я желаю вам богатства и процветания. Еще увидимся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok